Добрый день! Меня зовут Сергей Филипченко, и пока что этого достаточно обо мне. Перейдем лучше к Бунину. Иван Алексеевич Бунин. Учитель. Турбину шел 24-й год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил. По ведности пришлось вернуться домой. Дома он все выписывал программы, думая приготовиться то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на сельского учителя, и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно угрюмым характером. Лицо у него было как на старинных иконах у схимников. Темное, деревянное, фигура сухая, сутулая. Говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже то он его был всегда один. Такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить. Однако, проживший год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью. Дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее. Вот, мол, дай только это время пережить, а там все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции из-за одного содержания у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя недельки на две. Но нужно было справить к зиме тулуп. Осенью он надеялся на святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой, долго будет сидеть с отцом, в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до поздней ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре. У сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собой гитару», – думал Турбин. Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дечку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка. «А последнее мое слово – имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда заработать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статейки под заглавием «Родные отголоски» и за подписью «Ариэль». Но из них взяли только пару заметок – о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе. Спасибо. Продолжение следует...